Неправо однозначно, я сразу все это беру в штыки. Почему? Потому что если ребенок с детства не впитывает речь, то потом это будет ему тяжело. А если он с детства слушает, даже не то, что там в школу, какой язык он слышит в отробе матери, тот и становится для него родным. И как можно знать, что у тебя есть возможность отдать своего ребенка в крымско-татарский класс, как его отдашь в другой? Я думаю, что это не совсем верно. Если мы хотим сохраниться как народ, то мы должны, прежде всего, культивировать свой язык, где бы то ни было. Ну, конечно, роль семьи – это первоначальная роль, но должна быть достаточная сеть крымско-татарских школ и уроков крымско-татарского литературы даже в тех школах, которые сегодня имеются. Они не правы. Я считаю так. Если ты считаешь себя настоящим крымским татарином, ты должен написать заявление, пойти в школу и сказать, мой ребенок должен изучать крымско-татарский язык. И я именно требую это, потому что это мои права. Я считаю, что если бы все родители были бы именно так настроены и хотели бы знать свой родной язык, я думаю, было бы по-другому. Но все же вина наших крымских татар есть. Они не все охотно идут и пишут заявления. Поэтому вот такая несколько печальная картина. Меня просто выводит из себя. Я не понимаю, какие доводы у этих родителей, на что они основывают свои решения такие. Я часто общаюсь с учителями в школе у нас, с родителями. Мы их убеждаем, чтобы они писали эти заявления. У них какие-то фантастические доводы. Дети из-за этого будут страдать. Это нужно для вас. То есть я, если бы « Ecзавислава» чтобы не было бы «Кучкин» чтобы она была бы «Учиться». А когда мы пришли бы «Онкакал». Акады наши родители, родители, которые были бы «Онкакалары» чтобы бы «Онкакалар» в 90-м году. прямо уходим джаза, не а потом, а почему бы это было это сделать, это было страшно. Это очень прекрасно, что делать это в мире? Он говорит, что люди видят это в мир, что человек, что ты не знаешь это, Нет, у Анатолина, мы так бы не говорили. Непременно. И этот долг, этот долг не только перед детьми, этот долг перед Аллахом, который породил нас мусульманами, которые говорят на крымско-татарском, обязательно надо, и причем за это тоже надо бороться. В те годы, 50-е годы, у нас не было ни классов, ни школ, ничего. Нас учили наши родители, поэтому мы знаем язык, мы помним его. А сейчас молодые не говорят дома, и дети тоже не знают. Любой народ ценен своей историей и языком. Нет языка, нет народа. Если они хотят исчезнуть, пусть не отдают. А если хотят жить, значит, надо отдавать наш язык. Среди тюркских народностей самый богатый язык. Потому что мы вобрали в себя все тюркские диалекты. Крым – это центр тюркского мира. Продолжение следует...